Очередную потрясающую новость Интерфакс опубликовал в Подмосковье. С начала года уничтожено около 500 тонн санкционных овощей и фруктов. Ура, товарищи! Еще одно реальное достижение нашей страны. Кстати, чего-то я не припомню, когда какое-нибудь информагентство в последний раз публиковало другую информацию. В Подмосковье вырастили 500 тонн свежих овощей и фруктов? Нет. Это не про нас. Мы же варвары, потому что и можем только разрушать, при этом гордимся подобными подвигами. Знаете, господа соотечественники, имелась у меня в детстве любимая пластинка «Происшествие в стране мультипульти». Называлась и вот там была песня разбойников, в ней пели следующие слова. «Ломать, крушить и рвать на части. Вот это жизнь, вот это счастье». Жаль, что похоже, только я один эту пластинку и слушал. Начинаем! А еще на медне мои коллеги декларацию о доходах пресс-секретаря Сергея Собянина придали огласке. Пресс-секретаря, повторюсь, не заместителя, не его кошелька, а просто пресс-секретаря. Но обо всем по порядку. Зовут мамзель Гульнара Пенькова, 73-го года рождения барышня, обладательница статуса лучшая пиарщица Москвы. Ну да не об этом хотел рассказать, о доходах же я. А пашет-то оказывается леди как кот помойный, ну собственно и получает за свои труды нехило. Так, в 2015 году заработала Гульнара аж 7,5 миллионов рублей. А в 2016 уже 10, по 17 не скажу, пока таких данных нет, но не думаю, что голодала дамочка, теперь что женщина имеет в собственности. А в собственности у нее земельный участок в полтора гектара, квартирка в Москве в 180 квадратов и не на отшибе, а еще два гаража, машинка бизнес-класса. Часики Франк Мюллер стоят примерно 2 ляма и огромное количество ювелирных украшений. Нет, не ширпотреб из магазина русское золото, короче, невеста завидная. Это только то, что на поверхности в декларации в смысле задекларировано. Слушайте, я тоже в свое время работал пресс-секретарем у одного олигарха, у настоящего олигарха. Владельца заводов, газет, пароходов, блин, он мне платил гораздо меньше. В год чуть более миллиона получалось с налогами, так это олигарх. А когда стало понятно, что кризис пост-14 года будет затишным, он и вовсе мне сказал, Саш, я не могу сейчас позволить себе пресс-секретаря, а тут слуга народа. Своему толмачу 10 миллионов платит, нам при этом через зомбоящик рассказывает, надо, мол, пояса потуже затянуть, я балду, дорогая редакция. Это реальная журналистика с плохими новостями опять для нас с вами. Поехали! А вот этот анекдот я вам рассказывал, нет, сейчас расскажу. Речь о том, что футболистов наших после недавнего чемпионата мира болельщики и некоторые чиновники предложили одарить статусами заслуженных мастеров спорта. Чтобы вы понимали, в российском спорте это наивысшая награда, практически звезда-герой, и вот тут уже люди из того мира слегка прифигели. Первой высказалась Екатерина Гамова, величайшая волейболистка нашего времени. Девушка написала у себя в инстаграме за что? За восьмое место? Что они там сделали-то? С какого перепугу их чуть ли не к лику святых причислять? Ой, что началось? Гамову стали мешать с грязью. Гадости, пошлости ей писать, мол, да кто ты такая? Ну так я вам расскажу, кто она такая. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр в составе сборной России. Дважды чемпион мира, дважды чемпион Европы считается одной из лучших волейболисток планеты. Ее весь волейбольный мир уважает. Поверьте, эта женщина имеет право на подобные высказывания. Ушла целая эпоха отечественного волейбола. В ней не было равных почти десятилетия. Екатерина Великая, русская Катюша. Еще в юности иностранцы нарекли ее гейм-моба. Игра окончена. А самое печальное, за Гамову ведь почти никто не заступился. Один человек, Дмитрий Мусерский, еще одна звезда мирового волейбола из мужской сборной. Чемпион Олимпийских игр в Лондоне. Не на минуточку. Это он и вышел в самый ответственный момент на площадку при счете 2-2. В совершенно не своем амплуае разорвал бразильцев, которых никто до этого не смог не победить. На планет переходит Волос и вновь идеальная доигровка. Тетюхин! Он! Наверное, правильно, что принимали. Надо забить поуверенней. Все! Вот теперь-то точно все! Сборная России выигрывает Олимпийские игры. 32 года! Вот эти ребята, я понимаю, заслуженные мастера заслужили, потому что... А что там наши футболисты, которые впервые в жизни с горем пополам на восьмое место вылезли в мировом первенстве, и пока, к слову, изображали из себя футболистов, российский народ снова нагнули. Впрочем, последняя реплика это уже не к спортсменам претензия, просто сдается мне, что опять что-то затихарить планируют, раз о футболе вспомнили. Ну, примета такая уже на Руси появилась, заговорили о большой игре, жди беды. А еще Великой и Могучей собираются ввести налог на... Вы будете смеяться на велосипеды, в смысле на покупку данного вида транспорта. Речь пока ведется о 10%, купил велик, заплати десятую часть от его стоимости государству. Я в одном только не догоняюсь, какой радости. Ладно, автомобиль, он загрязняет окружающую среду, стоянки для машин нужны, опять же, дороги. А велосипедных дорожек вы много у себя в городах наблюдали? Это первое. Второе. Если это утилизационный сбор, так что там утилизировать? Раму и два колеса? Да и не слышал я про бесконечные кладбища велосипедов. Как-то обычно по истечению срока годности люди их просто на даче отвозят и пылятся те велосипеды в каких-нибудь сараях. Просто понять хочу, на что будут тратиться эти деньги. Хотя, что там понимать, догадываюсь, что они тупо пойдут на карман какому-нибудь пацанчику из числа золотых, который сказал где-нибудь наверху папику или любовнику, я тоже хочу деньжат. Ну, давай налог придумаем, ответили ему. О, на велосипеды. Десятая часть каждого тебе на мороженке. Кстати, вокруг велосипедов крохобуры уже давненько крутятся. Все думали, как бы там чухапнуть. Одно время даже права хотели для веловодителей вводить. Мне кажется, это идиотизм в крайней форме проявления. Люди пользуются велосипедом с пяти лет. И опасность, которая исходит от велосипедистов, значительно меньше, чем другие проблемы, которые нужно решать. Улучшение дорожной ситуации, это тоже никак не повлияет. Потому что большинство людей, ездящих на велосипедах, это в основном дети. Если надо повысить их грамотность, то надо учить их в школе. Но раз с правами не получилось, решили, видимо, вопрос по беспроигрышной схеме продавить. Слушайте, таким макаром можно и на песочнице во дворах налог придумать на пух тополины. Или на превышение количества вдохов в час. Да, специальные структуры под это дело создать в каждом регионе, чтобы тысяч на пятьдесят рабочих мест минимум. Ага, терпилам-то какая разница? У них в голове давно телекаша, а у папиков-чиновников дочки-сыночки подрастают. Должны же они на чем-то деньги делать. В общем, мне кажется, пусть будет. А вы, господа россиянцы дома, продолжайте сидеть телек и ютюб смотрите. Кота можете поругать ради приличия или с соседом в курилке повозмущайтесь. Главное ведь что? Главное, что во всем этом вы участие не принимали. И результатов выборов лично ты, Филя из Омска, не признаешь. Представляешь, как расстроится твой губернатор Бурков из-за этого? Хотя зачем я это Филе говорю? Он же все равно просто. Филя, нет, скажу, тем не менее. Знаешь, Филя, есть такой старый бородатый, а неудот Филь, ты будешь в групповом сексе участвовать? А кто там еще есть в списке? Ну как кто? Ты, я и твоя жена. Не, я в этом участвовать не хочу. Ну тогда мы тебя вычеркиваем. Подчеркиваем. Поздравляю, ты победил, ты же не принимал в этом участие. Ну и под занавес. Митинги же на прошлой неделе в России проходили против повышения пенсионного возраста. Стоит отметить, что в этот раз все акции протеста были согласованы, во всяком случае, в Москве. И тем не менее, четырех человек снова задержали на выходе из загона на проспекте Сахарова. Кто эти люди? Будете смеяться. Один из лидеров либертарианской партии, координатор штаба Навального, а еще ведущий мероприятие и журналист издания Сотовижн. Вот они, террористы-бандюганы-то, на борьбу с которыми приходится бросать целые подразделения полиции и Росгвардии. Всю Москву эти задержанные закошмарили, уже из дома выйти страшно. Но если совсем серьезно, знаете, разговаривал тут на днях с одним офицером, которого, знаю, лет сто, наверное. Завязался спор, и вот в споре том он не кинул заученную фразу «Народ, который не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую». Я так посмотрел на него и ответил «Таковы и есть для меня чужая армия. Вы же не народ свой защищаете от врагов, а кучку чинуш от своего народа. Вы почему-то забыли, кому присягали и что в тексте той присяги написано. И ощущение от того разговора какое-то неприятное. Осталось все. Это была реальная журналистика сегодня. Вот так. На моей страничке в Ютьюбе ссылка на нее прямо надо мной. Пищи для размышления больше. Заходите, не стесняйтесь на канал. Подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже заглядывайте. Там тоже есть над чем подумать. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Под ними мы обсудим, а я за всем спешу откланяться. Пока. Пока. Пока.